Привет, друзья! У нас сегодня в гостях Ширина Рас. Ширина Рас – психолог. Ширина Рас помогает людям в репродуктивной деятельности, или как человеческой. Вот, то есть она помогает девушкам, которые не могут забеременеть парам, не могут иметь детей. Она их вот сопровождает в ЭКО, вводит в ЭКО, выводит оттуда, то есть и потом уже, что делать с ребёнком, тоже расскажет. Всем здравствуйте! Привет, Игорь! Спасибо большое, что позвал. На самом деле, это не только про то, что я готовлю только к ЭКО, это в целом женщины пар, которые готовятся к естественной даже беременности, но у которых много лет может не получаться. Также с ними мы взаимодействуем и вот готовим их. Хотел вот это дополнить. Супер. Ширина Рас, я сейчас всё сразу сначала знам. Написала книгу с Анатолием Некрасовым, это вот выглядит она вот так. Как приходят дети? Я, если честно, сам ещё не читал, потому что это прямо она вот из печи только, она ещё горячая от типографской этой станка. И давайте поспрашиваем, что здесь написано? Да, на самом деле, ты знаешь, это вот наш большой труд. Мы писали с Анатолием Александровичем эту книгу два года. И сюда мы вложили вот буквально всё. Это комплексный подход к теме беременности. Здесь я как врач также дала свои рекомендации, именно касаемые физического тела, того, что мы реально можем пощупать, потрогать и так далее. Но помимо этого, здесь также рассматриваются вопросы психики, вопросы психосоматики, энергетики и не только. И, кстати говоря, сейчас 14 мая уже будет печататься второй тираж. Первый тираж вот недавно переписывалось с Анатолием Александровичем. Он написал, что первый тираж, он просто распродался, он произвёл реально большой фурор. И вот сейчас будем снова печатать второй тираж данной нашей книги. Классно будет вторая серия, наверное, да? Да? Ещё. Знаете, с Анатолием Некрасовым мы вообще там познакомились все, из Ширины, у Анатолия Некрасова. Почему? Потому что его книга «Материнская любовь» один из таких мостиков к людям и, наверное, в психологию для меня был. И я очень к нему трепетно отношусь, я хотел прям с ним познакомиться. И мы познакомились, и познакомились с Ширин, и я, если честно, со стороны был наблюдателем, как писалась книга, потому что были какие-то переживания внутренние, какие-то организационные моменты некоторые. И я чуть-чуть косвенно как-то был подряд. Да, действительно, ты на самом деле, вот сейчас хочу лично тебе ещё раз поблагодарить за то, что в процессе написания ты помнишь, да, сколько было каких-то таких внутренних переживаний, да, я с тобой советовала, что-то спрашивала. И ты тоже, когда мне как-то подсказывал, направлял, для меня это на самом деле было очень ценно, как для человека, как для специалиста, потому что ты мастер в своём деле, я прислушиваюсь к тебе. И вот благодарю тебя за то, что ты уже приложил свою руку, и книга издалась. Это вкусное участие, но всё раз спасибо. С какими проблемами сталкиваются пары? Вот есть что, ну вот, давай, проблемы сначала, топ-3, топ-5. Ну смотри, с какими проблемами сталкиваются пары? Пары сталкиваются с такими проблемами, что, вот, например, вроде бы они вместе, вроде всё, они уже создали семью там, официально у них там зарегистрированный брак, но беременность не возникает. И беременность может не возникать год, два, три, четыре, то есть достаточно длительное время. И я хочу вот здесь прям донести, что на самом деле все думают, что эта женщина виновата, у неё есть какие-то проблемы со здоровьем. Но на самом деле, что я вижу сейчас? Уже, если раньше это было 50 на 50, 50% мужского бесплодия, то сейчас, к сожалению, процент мужского бесплодия, я вижу, что по работе с пациентами он действительно вырос. Где-то 65-70 даже процентов уже превалирует мужское бесплодие. То есть когда женщина здорова, а мужчина, да, у него проблемы с его сперматозоидами, проблемы с эректильной дисфункцией в том числе, да. И вот это вот я выделяю сейчас номером, скажем так, один, вот конкретно вот на сегодняшний момент. Проблема номер вторая, да, скажем так, топ, это то, что женщины в погоне за каким-то карьерным успехом, за финансовым успехом, за деньгами, как бы, знаешь, так просыпаются ото сна в 40-45 лет и говорят, Ширин, я за это время построила шикарную карьеру, у меня несколько квартир, я где только не была по всему миру, я только сейчас поняла, что, оказывается, я не построила взаимоотношения, оказывается, я не вышла замуж, и я хочу стать мамой. Ладно, уже всё, мужчина мне не нужен, я уже тут всё просто положила крест, скажем так, на этот вопрос. Помогите мне хотя бы, чтобы вот эмбриончик подсадить, неважно, просто эмбрион подсадить и родить. То есть проблема номер два уже, если говорить предметно, это отложенное материнство, когда женщина вот как бы откладывает этот вопрос до лучших времён. И проблема номер три, это в нашем обществе, особенно на постсоветском пространстве, в странах СНГ, это незрелость. Незрелость женщины, незрелость мужчины. Они вроде бы хотят детей, да, но при этом они ж годами там живут с Аташкой, с Енешкой, с её родителями, при этом там мужчина лежит там, скажем так, на диване, не зарабатывает, она зарабатывает, тащит, да, всё в дом и так далее. То есть это в целом вот незрелость людей. Я вот еще перевокационный вопрос всё равно хочу задать. Да, да. Бывают же вот несчастливые семьи, там, я не знаю, денег нету, да? И она рожает, я не знаю, вот это. Рожает, рожает. И у них что происходит? Ну то есть насколько это вообще совмещается с теорией такой? Это классно, я обожаю такой вопрос, потому что знаешь, особенно женщины, которые живут в уме, они когда приходят на первую консультацию, они говорят, ну вот я знаю, да, мы сейчас будем что-то прорабатывать, ещё что-то, но вы мне скажите. Почему у неё есть, а у меня нету, да? Вот, да, вот у меня там, не знаю, соседка пьёт, бьёт, наркоманка, ещё что-то. Она пятого ребёнка рожает, причём здорового, красивого, всё отлично, а у меня нет. Почему? Лично я для себя как выявила, что, вот в чём причина, я поняла, что здесь вот душа конкретно вот этого ребёнка выбрала прийти через такого родителя, вот выбрать такие стартовые условия для того, чтобы появиться на этот свет, чтобы пройти какие-то свои уроки. А та женщина, у которой не получается, возможно, душа её, да, вот ребёнка, она ждёт, когда женщина будет с ней сонастроена, когда она будет готова принять эту душу. Ты же знаешь сам, что сейчас вибрации Земли, вообще они повышаются, и, соответственно, мы тоже должны повышать свои вибрации. И порой вот это моя, знаешь, это моя такая теория, что вот эта там высоковибрационная душа вот хочет прийти в тело этой мамы, да, а мама, она реально ещё не готова. Она в обидах, она не любит своего мужа, она вечно на него обижается, винит. Это вот первое, да, что там приходит и так далее, и так далее. Поэтому не происходит этого коннектора. Я понял, знаешь, это как этот, сейчас скажу, как у крокодилов. Это, короче, когда ледниковый период, помнишь, был когда, да? И очень много животных вымерло. И если брать теорию вибрационной вибрации Земли, то когда вибрация повышается, ты должен либо сам подняться, либо должен вниз уйти. То есть либо ты в землю вкапываешься, либо ты вверх. Посередине невозможно остаться. Сто процентов. Вот интересно, Игорь, тоже хочу наш подкаст тоже в формате, знаешь, такого лёгкого диалога с тобой провести. А вот ты сам как думаешь, когда ты вот видишь, что действительно там женщина не может какая-то забеременеть, не знаю, та, которая пьёт, бьёт там и так далее, рожает уже шестого. Как ты думаешь, почему? Я вот сейчас и говорю, что у одной вибрации посередине, она развивается что-то там, а другая просто закопала землю, и в принципе она живёт в старых парадигмах, и поэтому у неё с ней всё хорошо. А эта, которая развитие начала и не закончила, она не может. То есть дальше, которая не пошла. То есть она отсюда вышла, туда не зашла, и поэтому посередине застряла. То есть это, мне кажется, сильная дисгармония у неё есть. Здесь совсем, ну, как бы всё поломано, а тут она такая, ну, вот, недоразвитая, что-то, то есть недоподнялась вибрации. Ей чуть-чуть нужно будет это, чтобы подняться. Это значит. Ну, знаешь, ко мне какая-то девочка приходила, ей было 36, наверное, может, 34, 34, наверное, было. Я ей говорил, рожай, выходи замуж. Она, ты как мой папа там, что-то докопался. Ей весь сеанс, короче, она, нет, нет, нет. Но она ходила ко мне 2-3 раза, потом она пропала, и ей стукнуло тогда, по-моему, 40 или 41. Она приходит, и она говорит, у меня, короче, всё, оно «менопауза» или как это называется. Да, да, да. И мне гинеколог сказала, что у меня всё, я больше никогда не рожу. Я на неё смотрю. И она говорит, вот такой плохой гинеколог, почему она мне об этом не сказала? Я говорю, она тебе точно не говорила? Ну, для тебя это удивительно, что в 40 лет «менопауза»? Ну, как бы, у тебя нет, ты не замужем, у тебя нет сексуальной жизни, да, то есть это постоянно. Ну, я, ну, много ума надо, чтобы догадаться. Ну, что такого? А у неё истерика прям. И я погрузил в медитацию, глаза, там, что-то это, всё хорошо, там, птички, там, это всё, рыбки. И я говорю, а сейчас ты беременная? У неё, она подскочила с кровати, вот такие глаза. Да. Как? Я не хочу. Да, да, да. Я смотрю, я говорю, ты вообще, ты с к ним запросом пришла, я родить не хочу. Ну, вот ты беременная, что ты будешь делать? Вот, вот. И у неё всё, я не хочу, я не готова, там, вот это убери. Я говорю, ну, окей. И, в общем, где-то мы ещё, она потратила на это года два-три, она вышла замуж, потом не могла забеременеть, потом она развелась, потом ещё раз вышла замуж. То есть ту программу, которая должна была там в 20-30 лет проходить, она прошла за два-три года. И, в общем, сейчас родила это, понимаешь, что… О, как классно. Вот видишь, ты классный, кстати, момент сказал. Я хочу, можно на нём прям заострить внимание, что действительно женщины приходят и говорят, что я хочу забеременеть. У меня, кстати, вот этот рилс, он залетел на огромное количество просмотров, до сих пор мне каждый день приходит там, знаешь, какой-то хейт, когда я говорю про то, что женщина говорит, которая что хочет забеременеть, но у которой не получается, значит, на самом деле подсознательно она не хочет. У них страх. Это страх, да, такой блок, вот даже когда в медитацию, в гипноз ты погружаешь, и тут женщина на телесном уровне, она вот буквально, нет-нет-нет, не сейчас я не готова, то есть очень много историчных выгод. Да-да. Я же провокационный ещё, видишь, я там расслабил и потом неоткуда. Да. У меня какой-то случай был с друзьями, мы сидели за столом, и, кстати, нас было человек шесть, это, ну, прям, про свидетель, весь диалог был. И вот такой гул стоит, все там бухают, что-то это, и она, я, кто-то говорит, тебе же к Игорю надо, вот ты же не можешь забеременеть, там, типа, там, этот. И она так на меня смотрит, и я смотрю, у неё страх, надежда, вот всё вперемешку в глазах. Я говорю, тебе не надо, я говорю, успокойся, сиди спокойно. Да. И мы всё дальше стали пить, там, этот, что-то. И мы сидели, и бывает пауза за столом, да, где-то сейчас проходит, такая пауза непонятная для чего. Я вот так, я на неё вот так взглядами смотрю, диагноз быстро, и она такая, онкология, и с неё как поднялось, я её в комнату увёл, короче, мы с ней поработали, вышла, и, короче, уже ребёнок бегает. Ой, какая прелесть. Вот такие, этот, и друзья в шоке до сих пор, и я как-нибудь её приглашу, если она согласится, конечно, чтобы она рассказала, но там было у неё ощущение, что её изнасиловали, потому что вот этот весь страх, который, я его прям грубо, насильно вытащил, если честно. Это там сопли, слёзы, там, во все стороны. Ну, иногда, ты знаешь, действительно, вот именно вот когда вот так вот, у меня есть категория пациентов, которые ко мне приходят, мы с ними, да, там плавно, нежно, разные практики, но есть те, кому я сразу говорю, слушай, если мы с тобой идём в долгую, тебе надо сейчас, вначале, на начальном этапе, ты записываешься к Игорю, потому что вот тебе надо это с телесного уровня убрать именно таким способом, именно так работа у нас пойдёт с тобой быстрее и легче. А я после себя к тебе отправляю этот, кому мозг надо, потому что я, если честно, с мозгами могу работать, но это очень дорого и мне неинтересно, если честно, потому что особенно тема беременности с женщиной, я, если честно, я, конечно, многое, может, понял в женщинах, но некоторые вещи я смотрю и думаю, ну, вообще, нормально идёт, особенно то, что беременности касается, потому что очень много там связано из детства, от родителей откуда-то, бывший, прошлый, настоящий, там вот этот ужас вообще, там времён этих тоже как в английском языке, там, да, то есть временных, поэтому я отправляю и рекомендую, и у нас же ещё с тобой есть, как этот, посттренинговые дети общие… Конечно, не говори. Да, и поэтому очень прикольно, что срабатывает это всё. Угу. А проблемы мужского бесплодия давай поговорим, потому что всегда, когда касается бесплодия, всегда сначала на женщину, это правда, даже я тебя звал, я думаю, сейчас мы будем ковырять ту тему женскую, и ты такая, а уже там больше мужчин как бы в бесплодии, да? С чем связано мужское бесплодие? Вот с медицинской точки зрения сначала, там, спермограммы, там… Да, смотри, если мы будем смотреть с медицинской точки зрения, есть, на самом деле, очень много разных факторов, которые могут влиять на мужчину, да, это в том числе то, что сейчас у большинства мужчин гиподинамия, вот это я прям выделяю одним из важных факторов, гиподинамия – это когда малоподвижный образ жизни происходит, то есть мужчины, в основном, либо в офисе, либо за рулём они всё время сидят, не происходит нормальной циркуляции, да, в области малого таза, не происходит в целом, да, для мужчины свойственно какая-то физическая нагрузка, постоянное движение, да, и сейчас это действительно, это вот просто где-то вот прям на самом-на самом дне, в основном, все сидят, в основном, вот приехал, сел, приехал, сел, уехал, а вот такой физической нагрузки нет, а она действительно важна. Второй момент – это тоже может быть связано, если мы смотрим со стороны физического здоровья, со стороны медицины – это питание, да, как питаются сейчас наши мужчины, насколько сбалансировано это питание. Это мы, конечно, можем так, да, знаешь, из разряда, что, ну ладно, чего, это же не так важно, не так влияет, но это каждый день мы чем-то себя заправляем. Ага. И это что-то, да, влияет реально на наш организм, влияет на качество той же спермы, спермограммы, насколько мужчина в течение дня, вот даже сейчас, мои милые женщины, а пьёт ли ваш мужчина воду, да, в течение дня? Насколько он вообще не ходит, не обезвоженный? Я думаю, процент вот такой примерно, да? Да, он понимаешь, да? Сколько я пью, а ты ещё не пью. То есть, вот это очень важно, насколько мужчина пьёт воду, да, насколько он качественно питается. Следующий момент, который я тоже хочу прям заакцентировать, это сон. У нас сейчас повальная проблема вообще со сном, но когда, если ваш мужчина, и вы в том числе, да, постоянно до ночи вот так вот сидите в рилсах там залипаете, да, и вот этот вот синий свет, он влияет напрямую на сетчатку глаза и снижается выработка мелатонина, который, кстати, напрямую влияет на репродуктивные гормоны. То есть, это кажется, видишь, ну ладно, ночь не посплю, вторую не посплю, третью, а это происходит годами. Это вот прям, это действительно важно, это никак нельзя, знаешь, от этого как-то уйти, как-то скрыться, спрятаться и думать, да ладно, ничего, всё нормально. И вот четвёртый, я вообще его выделяю самым важным фактором именно со стороны, да, медицины, со стороны такой твёрдый, это стресс, банальный стресс, который сейчас стал, к сожалению, такой перманентный. В основном мужчины, они в стрессе, они в тревоге, в своих страхах, при этом, конечно, он это может не показывать, кстати, что ещё хуже, он это не показывает, и внешне кажется. Ты же знаешь таких мужчин, да, ты про них тоже рассказывал, внешне вроде бы такой супер успешный бизнесмен, мы там все их знаем, они вот такие, но при этом внутри столько напряжения, и на этом напряжении постоянно у него вот эти скачки кортизола в крови постоянно, 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 и что? Влияние на репродуктивную функцию. Кортизол я на себе ощутилка, если честно, это правда. Поделись. У меня уровень кортизола где-то 2 или 3 года назад был, по-моему, X100, наверное, от нормы. Я не знаю, с таким живут или нет, но, может, ну, что-то было страшное. Я начал разбираться, в чём проблема, в общем, вышел на D3, на мелатонин вот этот, то есть качество сна D3 даёт, как бы, даёт, производит следующий гормон и, в общем, тестостерон вырабатывается. И таким образом, ну, основной, я насколько понял, не сколько питание влияет, сколько, ну, реально сон сильно прям влияет, и сильно влияет физическая активность, потому что если ты физически активен, что бы ты там себе не закинул, оно испаряется всё. И сейчас я занимаюсь, ну, как бы, активно спортом, и я прям чувствую, что у меня, ну, переваливается любая еда вообще, вот, ну, как в 19 лет, наверное, сон последнее время что-то сбился, но, в принципе, стал сильно глубже он, и поэтому я понял, да. Это действительно влияет. Правда, да. Но, чтобы до этого дойти, мне надо было 3 года, если честно, чтобы это понять, вообще на себя ощутить. Потому что, когда врач говорит, ты думаешь, да, да, гормоны. Да, конечно, да. Какие-то гормоны, да. Да, да, да. Но, чтобы вы понимали, у меня скидка в Олимпе 10%. Я сдавал анализы просто пачками какими-то, я проверял, у меня же тоже эмпирический мозг, я начал сверять там сам. Потом я понял, что эндокринолог что-то это такое, он уже, по-моему, он там на процентах сидит, а я там сдаю, а она там смотрит, 3-4 гормона назначает там, и потом не менялось, протокол лечения не менялся, я думаю, что-то не то, я пошёл к другого врача нашёл. И в оконцовке есть врач-андролог, да, уролог-андролог. Конечно. И он мне говорит, тогда давай вот так, и он начал там вот этот, потом, говорит, спорт, я говорю, короче. Он говорит, велик, я купил велик, это очень дорогая вешалка сейчас дома, я не езжу, вот, и он меня потом на фридайвинг затащил, и я год думал, чтобы прийти на фридайвинг. Я когда начал туда ходить, там сошлось всё, там сошлось, оказывается, давление сверху, когда на тебя давит эта вода, у тебя нехватки кислорода, у тебя, оказывается, наоборот, обогащается кровью. Конечно, да, когда вот этого нет. Почему-то от обратного, я не знаю. И ещё, оказывается, углекислота сжигает, там, что-то этот, и потом иммунка, потом организм думает, что ты умер, он начинает, там, этот. И у тебя репродукция, всё повышается искусственно. Угу. И самый большой такой был момент, вчера пришёл 92-летний старик, его притащил этот сын, одел на него акваланг, дал ему этот и нырнул. Я говорю, а чё он кислородом не может на улице подышать? Ну, чё-то прикольно. Да, да, да. Он говорит, это из-за давления. Угу. Потому что давление сверху, давление изнутри, и обогащается клеткой быстрее кислородом. Конечно. И он вот таким образом отсюда продляет жизнь. Угу. Я не думал, что это такой оздоровительный эффект. Ты видишь? От акваланга. Ну, и с аквалангами не ныряю, но на задержке, в общем, да. Угу. Круто. В общем, спорт, мне кажется, гормоны, он сильно сдвигает. Конечно. И ты знаешь, вот смотри, при том, у тебя, например, же не было, да, скажем так, задачи, там, подготовиться там, к зачатию, там, к беременности. Ты просто к этому пришёл сам, да, вот твой образ жизни, как-то вот ты к этому подошёл, да, вот такое желание. А женщины, пары, которые идут к беременности, когда ты им порой говоришь вот какие-то такие, казалось бы, очевидные вещи, мужчина может это не воспринять. Он не понимает. Да, он может не подумать, да что это такое, да как это вообще будет влиять на меня. То есть, наоборот, может отходить от этого. Хотя, наоборот, если он это примет и начнёт внедрять, реальные изменения будут происходить. Потому что лень. Оказывается, когда у тебя кортизол завышен, тебе всё лень. Ну вот, когда говорят, что ты такой жирный, не бегаешь, да? А ты не можешь. Да, да, да. У тебя от спорта стресс потом, ты начинаешь бегать, и у тебя кортизол вырабатывается. Ну то есть, это вообще жесть какая-то. И я так понимаю, есть моменты, когда без гормональной вот этой… Конечно. Заместительной терапии невозможно. Да. То есть, её нужно сдвинуть. Ты начнёшь бегать, и кортизол встанет, и потом ты уже можешь заниматься потихоньку спортом. Угу. С грамотным врачом это действительно так. И вот смотри, мы сейчас с тобой выделили, почему именно мужское бесплодие, именно вот физическая причина, медицинская, тело и так далее. А если смотреть, давай сейчас посмотрим с тобой в другую плоскость. В плоскость психики, психологии. Да почему действительно так много мужского бесплодия? Мы этот вопрос очень прям, знаешь, да, подробно обсуждали с Анатолием Александровичем. Кстати, здесь мы тоже про это писали. Это происходит потому, что… Ты заметил, что сейчас в основном стала такая эра женщин. Женщины, они вперёд рвутся, женщины доминируют. Феминизм. Да, женщины там, мы идём в матриархат и так далее, и так далее. Когда женщина выходит на такое энергетическое состояние, когда она начинает подавлять мужчину, то есть она действительно это подавление происходит, в том числе его природы, да. Соответственно, его вот эти вот сперматозоиды, они тоже что начинают? Идёт процесс подавления, да. Там мальчика с детства мама может подавлять, потом он там женится, там жена его подавляет и так далее. Он ещё и с мамой, со своей любимой янишкой живёт. Ты понимаешь, да. И поэтому отсюда… Ему даже выгодно где-то, когда ты начинаешь вот с мужчиной обсуждать, тоже разговаривать и так далее, ты понимаешь, что ему даже выгодно. Ему эти дети вообще сейчас абсолютно не нужны. Он сам ещё ребёнок где-то, да, и ему самому по идее вот так, как сейчас есть, и вот так и всё устраивает. Он говорит, пожалуйста, можно… Вы там с моей женой сами как-нибудь поработаете, а меня можно что-то… Не трожьте. Меня не трожьте, пожалуйста. Я вам всё сделаю, всё… Я говорю, извините, в смысле вы мне всё сделаете? Я там не ради денег с вами работаю, да, мне… Вот мне важен ваш результат, да. Он говорит, да мне этот результат этот не сдался. Ты понимаешь? Это ей надо. Это ей надо. Мне это вообще не надо. Поэтому… Сосед поможет. Сосед может помочь. Да, и поэтому здесь видишь, вот такой вот есть момент, вот ты как думаешь, ты сейчас сам заметил в своей работе по своим клиентам, на которые к тебе приходят, что действительно есть такой момент, что больше такой вот женской, мужской, да, скажем так, энергии… У женщин больше мужской энергии. Их на самом деле очень много сейчас стало, потому что с одной стороны, женщина зарабатывать стала только сейчас, ну, стала независима от мужчины, и поэтому… Мы все перепутали. То есть у нас сейчас все путается, и нам с этим надо будет как-то найти баланс в этом, но я точно понимаю, что деньги можно заработать и попозже, а ребенка там вернуться на 20 лет назад и родить женщина точно не может, да. Мужчина, с другой стороны, он может родить и в 60, если у него здоровье позволяет, ну, как бы это часто так бывает, но риски, которые лежат на престарелом отце, все равно берет на себя мать. Конечно. То есть аутиизм сейчас, да, очень часто, синдром Дауна и так далее, да, то есть это же очень высокая вероятность, когда ты рожаешь от 60-летнего мужчины. Конечно. И он, тем более, он там не готовился, если там, то есть там здоровьем не занимался, но это очень опасно. И с другой стороны, ну, родится ребенок там этот, он развернется и, ну, вообще он может умереть и все, и на этом закончится. Ну да. Поэтому я думаю, что мужчина, правда, немножко инфантильно к этому ко всему относится. Женщина действительно в каких-то вещах передавливает, но это происходит неосознанно и, скорее всего, заслуженно, потому что слишком часто мы пропадали, куда-то уходили, то воевать, то поехал, пошел за тиграми и не вернулся. А потом в современном мире, правда, вся ответственность, ну, как бы лежит основная, наверное, на женщине, потому что мужчина действительно может встанет, может пойти. Да, да, да. Вот ты беременная, он встал и пошел домой. Он говорит, я не хочу, на тебе деньги на аборт, а ты такая приходишь и тебе говорят, если мы сейчас тебе сделаем аборт, ну, часто, кстати, то ты больше никогда не родишь, у тебя там отрицательный резус-фактор, что-то там какая-то тема есть. И она рожает, а он такой, я же не хотел, сама хотела, ну и сама и ходи воспитывай, да. И вообще очень часто, знаешь, женщины почему-то рожают, то ли не спрашивая, то ли как-то в иллюзиях, что ли. То есть ей кажется, что мужчина хочет, а он не хочет. Вот, вот, вот. И мне кажется, про это надо тоже поговорить. Сто процентов. Потому что очень часто я с мужиками говорю, ты зачем, ну, она же зародила, я не хотел, я вот, что ты туда засунул, что ты вообще не хотел. Она сказала, что она предохраняется, да, и как бы обманула, и тем самым она его там женила, еще что-то там сделала. Это же тоже огромное. Это про это прям надо отдельно разговаривать, сто процентов, потому что важно на берегу это все обсуждать, на берегу, понимать, даже не то, что когда там они планируют ребенка, а когда они еще только, да, вступают в брак какой-то, в официальный брак. Потому что у меня не так давно был такой очень интересный кейс, скажем так, ко мне в работу пришла пациентка, мы начали с ней работать, все, да, вот она пришла, говорит, мне только разовая консультация, только разовая. Говорю, нет, давайте, может быть, мы с вами созвонимся, может, вам не подойдет этот формат, может, нам надо какой-то другой, да, формат там длительной терапии. Она говорит, нет, 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 только один раз, пожалуйста, примите. Я такая думаю, ну ладно, окей, один раз приму, что прям так сильно хочет. И мы начинаем с ней обсуждать, разговаривать, она говорит, ладно, говорю честно, он женат, он не хочет детей, он очень богатый, очень состоятельный, влиятельный человек здесь у нас в Казахстане, помогите мне родить любым способом. Ну помогите, знаете, он использует презервативы каждый раз при каждом контакте, он не хочет, ну я там уже презервативы как-то протыкаю горочкой. Даже не работает это. Да, да, и говорит, протыкаю, вы можете мне на психологическом, вот мы только это обсудили, я говорю, так, давайте сделаем так, я не работаю на таких условиях, я вернула ей сумму, говорю, я вам здесь не смогу помочь, вы не обратились ни к тому специалисту, то есть я здесь, как я вам помогу. И женщина, некоторые есть действительно такие женщины, которые хотят любым способом, любым путем уже забеременеть, уже родить, да, у кого-то это могут быть, например, материальные причины, как в данном случае, это состоятельный, богатый человек, чтобы он потом, да, там, обеспечивал. Опять-таки, она живет в иллюзии, что он прям... Он уже не будет. Конечно, понимаешь, он и не хотел, он и не хочет. У кого-то это фактор возраста, что, знаете, да мне вообще пофиг, пусть вообще деньги не дает ничего, мне он как донор-осеменитель, как вот, знаешь, такой бык, пусть он мне, главное, осеменит, я заберу, я сама его потом пошлю куда подальше. То есть, понимаешь, и здесь, на самом деле, мы снова возвращаемся к моменту вообще зрелости себя, пониманию себя, даже тут не то, чтобы вопросы к мужчине, да, или сперва, там, обсуждать с ним на берегу что-то, а с собой вообще разобраться, со своей головой, со своей психикой, почему ты к этому идешь, откуда у тебя, да, откуда вот, скажем так, растут корни, что вот тебе вот любым способом лишь бы, лишь бы, лишь бы, лишь бы, там, забеременеть, вот. Наверное, потом еще этот тест ДНК, ты мне должен, там, да. Угу. Ну, я, если честно, в последнее время думаю, я вообще меня всегда удивляет, как мы женимся, там. Да, да, да. Потому что никому не выгодно сегодня, да, то есть брак, вообще, если честно, не выгоден ни женщине, ни мужчине, особенно, если вы оба зарабатываете, то это, чтобы что-то получилось, надо действительно, чтобы была любовь, наверное, ну, или что-то еще. Потому что сегодня очень много молодых людей, у которых неделька, да, то есть, там, 7 женщин одновременно, и они вот, им не надо жениться, они вот просто совокупляются периодически, и, как бы, вот так вот, и 25 лет, 30 лет, это молодые люди успешные, бывают уже с деньгами более-менее, да. То есть они могут позволить себе семью, они не хотят вообще. Угу. Они не хотят. Да. Даже, вот, живой пример, да, там, мой братик, мои братья, да, вот сейчас, да, если так говорить о себе уже, вот, они прям, ну, мы не хотим. Дегурсаторы. Нам нормально сейчас, мы живем, как бы, нам окей. Конечно, разные женщины каждый день, что, прикольно. Угу. Единственное, женщины, вот, ну, у меня тоже… Я вот эту вселенную 24, как бы, вселенную 27 смотрел, да? Нет. Этот, где с этими крысами, или 21 вселенная, как это называется, там был эксперимент с крысами, я уже второй раз его рассказывал, по-моему, в идеальных условиях садят две крысы, мужскую, женскую особь, они размножаются, там, что-то этот… Это приходит к тому, что появляются дезбиянки, появляются геи, появляются такие красивые, обособленные эти самцы и самки, которые не плодятся, они не хотят вообще детей. Да, да, да. Их потом берут из этих условий опять самку и самца, которые вот такие… самушники, опять в идеальном условии, они в старости обе умирают и дальше не плоднятся. Мне кажется, мы вот где-то вот… Идем что-то. Идем, да, потому что меня пугает в последнее время, когда женщина говорит, я child free, там, или там, мужчина… Я не хочу. Да, я не хочу детей иметь. И мне это, с одной стороны, мозг ломает, с другой стороны, я понимаю, что это, наверное, тоже стадия развития. Угу. Мы стали сильно хорошо жить, наверное, материально. И один из признаков, как бы, эволюции, но с другой стороны, очень печально. Ну да. Что такой генофон, он попадает как будто… Угу. Женское бесплодие. Женское бесплодие. Какие психологические проблемы тоже, там, топ-3 скажи? Угу. Угу. Да, женское бесплодие. Смотри, мы опустим сейчас именно медицинские причины. Потому что, на самом деле, диагнозов, каких только нету. Очень-очень много разных. И если мы рассматриваем именно психологические причины, почему не получается… Давай самые яркие, самые такие, которые вот прям на поверхности, да. Первое – это просто банальный страх. Страх самих родов или с чего? Нет, страх вообще, страх материнства, страх беременности, страх, знаешь, довериться мужчине, с которым она рядом. Элементарно даже, да. То есть, в паре нет какого-то такого доверия. Действительно, в паре женщина не чувствует такое базовое… Когда женщина не чувствует базовую безопасность, тогда ее телу очень сложно забеременеть. Потому что она все время ждет как будто какого-то подвоха и тело такое… Ну вообще, куда сейчас беременеть-то? Вот сейчас… Надо в 15 беременеть, пока мать нету, да? Ну вот поэтому, кстати, в 20, да, там, в 25, ну не знаю, вот в этом промежутке очень легко женщина… Пока иллюзия там… Да, она действительно в иллюзии каких-то… А потом, наслушавшись каких-то историй, увидев там, не знаю, с мужем какой-то промежуток времени прожив, увидев его, да, какие-то там, скажем так, несовершенства… Женщина начинает бояться. Просто элементарный страх. Здесь можно, знаешь, еще внести страх того, что… А вдруг вот тоже очень часто… А вдруг у нас финансов не хватит? А вдруг у нас… Смотрите, мы сейчас живем там в двушке, а я там рожу вдруг близнецов или еще что-то… Куда они… Ну вот куда они денутся? И тут вот огромное количество страхов, в том числе, и, знаешь, и родовых, которые нам передались от мамы, от бабушки. То есть все-все-все-все в эту кучу и оставляем, и начинаем вот с этими страхами работать. Их огромное количество. Угу. Второй момент. Почему беременность может не торопиться? Ну это смотри, я как вижу, это просто неготовность самой женщины. Угу. Просто она сама к этому не готова ни по каким параметрам, то есть ни психологически, ни физически, ни… То есть абсолютно она к этому не готова. Она хочет этого почему? Потому что общество от нее это хочет. Потому что время уже поджимает, и ей как бы уже надо. Но она, то есть она не готова. Она не… Как тебе сказать? Ну вот ты понимаешь, да, про что? Ну время, я понял. Ну время же, правда, оно тикает. Оно тикает. То есть там детородный возраст, ну я так понял, безопасно рожать до 27 примерно. Хотя бы… Ну я бы увеличила хотя бы до 38 даже можно. Я не знаю, 27, мне кажется, старородки уже говорят. Ну у нас некоторые врачи так говорят, но я стараюсь этот ну как бы термин убирать, потому что потом у женщины, знаешь, такое. Потому что мы толерантные. Да, они такие, ааа, блин, я уже старородящая. Потому что я что понял, то есть если вы походите в роддоме на самом деле, да, то первородки, которые старше 20-28, за ними там две акушерки вот с такими глазами бегают, всегда наблюдают, да. То есть это… Много страшнее, чем первый секс, мне кажется. Ну… И поэтому я всегда говорю, ну лучше до 27. Потому что это… Это естественный… Ну это естественно. Природой, да. Наше тело, по идее, физиологически наше тело, чтоб как роды проходили, наши ткани, да, все. Оно естественно будет протекать легче, ты правильно говоришь, в этом возрасте. А там уже, конечно, там риск там, этот, всего там и ДЦП, и чего только там можно не нахватать. Старше когда. Но во всяком случае, первый раз хотя бы, ну, до 27 родите. Кто… 25. Да. Если, конечно, если тебе уже 30 и ты еще не родила, ну ничего страшного там, сейчас медицина, как бы тебя выгребут. Но надо понимать, да, риски. В любом случае. Это сейчас для молодых говорю. Конечно, да, надо это понимать, надо это осознавать. Поэтому, кстати говоря, вообще тоже за то, чтобы, если, например, нас кто-то здесь смотрит, если тебе 30 плюс, у тебя еще нет партнера, да, но ты в будущем хочешь создать семью, ты в будущем хочешь быть со своим мужчиной, родить детей, замораживай клетки. Замораживай свои яйцеклетки для того, чтобы у тебя не было, знаешь, такого, потому что может быть такой момент, что, а, я не успеваю, боже, что делать? Ну, то есть, если когда это вот уже такая крайность, понимаешь, тогда да, замораживать. Когда что выбрать, там, заморозить клетки или свое психическое здоровье? Выбрать, конечно, и заморозить клетки, и свое психическое здоровье. Потому что таким образом, как-то ты чуть-чуть это драбишь. Ну, это прям лайфхак прикольный, если честно. Я тебя первый раз услышал, я вообще про это никогда не думал. А потом, ну, правда, это уберет напряжение. Уберет сто процентов. И ты уже по-другому будешь просто к этому идти. Вот. Ты можешь в любом возрасте тогда, ну, типа, иметь для ребенка. По идее, да. Даже тебе будет, например, 55 лет, ты там состоятельная, богатая женщина, суррогатная мама, она тебе спокойно там выносит. Вот суррогатным материстом как относишься? Вот сейчас я тебе скажу, суррогатным материстом, вот сейчас я проговорю после третьей причины. Ага, давай. Вот я хочу прям договорить вот это вот. И третья причина, из-за чего беременность, вот я как выделяю, да, почему не происходит беременность, женское бесплодие, это потому что мы, женщины, сейчас, к сожалению, уходим от своей женской природы. Переходим совсем в другой, скажем так, полярный для нас мир. Мы можем зарабатывать, мы можем много зарабатывать, но как? Вопрос из какого состояния? Ты это делаешь из напряжения, из достигаторства, из того, что я всего добьюсь и только-только в это идешь? Или ты это делаешь по-женски, по-другому? То есть, когда мы уходим из своей природы, тогда и возникают тут проблемы. И тоже женщина вот уже в другом полюсе, она вроде вот женщина, а внутри энергетически на уровне она мужчина. И поэтому здесь вообще могут быть тоже вопросы. Это очень такая тоже. Знаете, я вот, когда говорят, а мне машина не нужен, там, секс мне не нужен, да, и там в 30 говорят. Я говорю, а матка нужна в 50? Потому что очень, если честно, вы можете потом написать в комментариях, правда или нет, но очень много женщин, которым удалили матку, перед этим они не трахались лет пять. Сто процентов. Это я подтверждаю. Так и есть. То есть, ну это минимум еще, да? То есть они там, я не знаю, там юбилей чаще, наверное, чем секс. Поэтому, ну это вот, я не знаю, меня иногда сексистом называют, но иногда всегда, что вы только на стороне мужчин. Я на стороне женщин, я женщинам хочу, пытаюсь донести, что останься женщиной, не нужно тебе вот эти вот бубенчики мужские. То есть, когда энергия меняется, гормоны меняются, гормональный фон. Вот. Мужчинам то же самое. На самом деле, очень много мужчин стало с женскими паттернами. Да, да, да. Это, конечно. У них истерики такие же, как женские. Они теряются в городе, как-то непонятно. Они не могут разжечь костер, блядь. Да. Ну, я иногда смотрю, думаю, блядь, девочки, что происходит, да? Особенно это видно сильно, когда едешь на природу. Угу. Ты когда едешь на природу и человек не может ничего и ты думаешь, ты вообще, где вообще, да? То есть, я еще понимаю, когда женщина не может петрушку от морковки отличить в огороде, да, но когда мужчина не может разжечь костер хотя бы, я не очень это подозрительно, если честно. Ну, в смысле, это же первый признак того, что как-то тебя воспитали не те люди. Ну, в смысле, там папы не было как будто рядом, да? Вот ты хорошо подметил, правильно ты говоришь, что это и мужчин касается. И кто-то нас, возможно, сейчас будет смотреть и думать, ой, там, шизотерики, мужская, женская энергия, какая-то хрень. Да вы поймите, это же все реально вот влияет именно на гормональную систему. А гормоны напрямую влияют на вашу, да, на эмоцию, на вашу репродуктивную систему и на способность воспроизводить потомство. Поэтому вот эта вот природа женщины оставаться в своей природе, уметь там просить, уметь быть там женственной, уметь быть нежной, уметь вовремя закрыть свой рот, да, откровенно говоря. Ну, то есть, это все действительно важно. Вообще, по поводу закрытия рот, я там пару раз словил, капец какие-то. Давай, давай, поделись. Потому что женщины, ну, типа, что бы я там ни говорила, нельзя поднимать, ну, как бы, применять насилие в сторону рта, которая не закрывается. А я вообще против любого насилия, но правда же, что у мужчин эго сильно выше, чем у женщин, да. То есть, женщина где-то, вы физиологически, психологически можете где-то промолчать, углы срезать, где-то там по-хитрому как-то провести, да. Мужик на такое редко способен. Если твой мужик интригует его такой, ну, это у меня очень много вопросов, на самом деле. А если женщина не может, как бы, сгладить углы и идет в лобовую атаку, если ты проявляешь мужские паттерны поведения, то, скорее всего, ты получишь от мужчины адекватный паттерн в ответ, да. Поэтому лучше двигаться на женских энергиях и на женских паттернах. То есть, где-то сгладить, где-то промолчать, где-то хитро обойти. То есть, у женщины эмоциональный интеллект сильно выше, в разы просто, чем у мужчин. Мужчины сильно реактивны, это наша природа, да. А женская, ну, проактивная. То есть, мужчина хочет есть, он идет, убивает мамонта. Женщина хочет жить, и поэтому она отправляет мужчину сама не ходит. Потому что, когда мужчину мамонт задавит, она найдет другого мужчину, да. То есть, ну, она выживает. А мужчина, он реагирует сразу. Да. Это ты вот тоже хорошо подметила. Я хочу сказать, друзья, да, сразу. Потому что, я знаю, будет, возможно, там шквал негатива и так далее. Мы против, да, физического насилия. Но мы говорим про то, что очень важно оставаться в своей природе, в женской и мужской. Тогда и взаимодействие будет качественное. Потому что, на самом деле, мы здесь все для чего вообще? Люди чего все хотят? Хотят любви, счастья, спокойствия, чтобы все было классно. Никто не хочет, да, чтобы какие-то происходили там войны, склоки, невозможность забеременеть, еще что-то. Поэтому, проявляясь из своей божественной сути, в жизни все будет просто классно. Вот чтобы вы поняли, как женщины, я вот тут эту аналогию проведу. Представь, ты захочешь свою ванну, а мужской косметики в два раза больше, чем женской. Нормально тебе? У него там для ног, для волосей, вот отсюда, вот отсюда. Разные крема, да. То есть, ну, каждый должен оставаться в своем поле. Суррогатное материнство. Я все-таки хочу эту тему поднять. Почему? Потому что очень много религиозных каких-то вещей, да, эзотерических там. У эзотериков мост там на бекрей поехал. Да. У врачей там, то есть, насколько это правильно, насколько неправильно. Очень много мифов. Что думаешь по этому? Да, смотри, на самом деле за годы своей практики у меня были женщины, которые шли в вопрос материнства именно с помощью суррогатной мамы. Но тут очень важный момент хочу подметить. К суррогатному материнству всегда есть показания. Просто так, потому что вы решили, что вы хотите там использовать суррогатную маму, у вас этого не получится. Если есть деньги, это не ответ этот, да? То есть… Да, конечно, тут смотри, можно так сказать. Есть деньги и есть какие-то большие психологические какие-то проблемы, что вот внутри меня кто-то будет что-ли развиваться, расти. Ой, не-не-не, не хочу, не хочу. Давайте вот лучше… А мы сейчас про маму говорим, в смысле, которая будет суррогатной сама по себе? Нет, мы сейчас говорим про саму женщину, которая, получается, берет себе суррогатную маму, да? То есть, конечно, если вот у нее там есть деньги, есть возможность, да, и она может просто так даже взять суррогатную маму, апеллируя это тем, что, знаете, там, ну вот мне на психологическом уровне, да? Рожать не хочу. Да, я не хочу, да, вот это все, ну, несложно. Ну, на самом деле, вот если говорить мое конкретное мнение, за или против я, здесь не все так однозначно, все очень индивидуально, но если есть реальные показания, когда женщина по состоянию физического здоровья, у нее нет матки, представляешь, например, она родилась без матки, есть такой диагноз, есть такие женщины, которые просто вот родились, у них нет матки, или, например, детская матка, которая вообще, ну, никак не дает возможность забеременеть, инфантильная матка, она не доросла до определенных размеров, да? Ну, вот реально нет никакой возможности. Тогда почему бы не прибегнуть с суррогатного матерства? Это ведь выход. Это реально выход. Это хороший выход, да. Это хороший выход, да, найти женщину, которая выносит и родит ребеночка, а ты потом просто его возьмешь, и все, это будет такой же твой малыш. Ты не представляешь, вот я потом в своих пациентах встречаюсь, да, у которых суррогатные мамы, да, их выносили и так далее, даже если она вынашивалась донорскими клетками, да, ребеночек похож на свою маму, мама в нем души не чает, малыш безумно любит маму, то есть все здесь схлопывается, все здесь отлично. Но, естественно, если у женщины в этом случае там есть когда куча страхов, а вдруг там суррогатная мама что-то не то будет кушать, а вдруг она будет что-то не то думать, а вдруг она будет переживать. Это же паранойя. Да, ты понимаешь, это прям паранойя, когда женщина, у меня была одна женщина, которая пришла ко мне на середине, то есть я не сначала ее вела, а на середине, она пришла, когда суррогатная мама вынашивала сына, и получается где-то на шестом, где-то седьмом месяце она говорит, вы знаете, говорит, все, я просто, у меня панические атаки, я не сплю, я не ем. Мне кажется, что она переживает, она нервничает, она что, хотя они сняли шикарную квартиру, да, она, эта суррогатная мама, да, жила в хороших условиях, ела классно. Она думает, 12 месяцев похожи, да? А у мамы, то есть у женщины, у биологической мамы, то есть их так называют биомама и сурмама, прям вот, ну, прям истерика, она прям вот в таком состоянии, что сейчас эта мама, вдруг она не вернет, а вдруг она там родит, решит. Таких случаев вообще не было, да, на территории Казахстана, по крайней мере, их не зафиксировано, что сурмама родила, и такая, это мой не Адам. Да, сори, как бы, это мой ребенок. Вообще, это реально такое, что этот не Адам, ну, у нее можешь заклинить или нет? Ее может заклинить в плане, она может там на этом подумать. 9 месяцев носить, это же не... Это непросто, в любом случае, знаешь, когда я вступаю с женщинами на работу на прежде сурмам, я всегда говорю, что и не только с тобой, как там с биологической мамой, мне очень важно также видеть и суррогатную маму, да, с ней проводить свою коррекцию, свою работу. Это да, потому что мамы, некоторые суррогатные мамы могут прям, знаешь, привязать, что это мой малыш, но в основном 80% суррогатных мам, знаешь, какая у них психика? Я же с ними общалась, я же их вижу. У них такая вот такая... суррогатной мамой, кстати, может только быть та женщина, которая уже родила, да, то есть у нее уже есть свой ребенок, который... Да. И у них, знаешь, какое отношение, что... Я просто сосуд. Вот это вот, это просто ребенок, который я просто вернула, это даже ко мне никак не относится. Я просто сосуд. Они договорились, да? Да, ты понимаешь, в голове, да, и все, я как бы вот, я сейчас его выношу, и все, мне больше как бы все, счастье, дом, семью и так далее, мне там денежная компенсация, соответственно, и все, то есть на таком уровне все это остается. Ну, женщина, когда рожает, ее сразу же передают в основном биологической маме. Прикольно. Угу. Я вообще не думал, что такие проблемы. Ну, в смысле, я подозревал, что это не так просто. Я думал, вообще, проблемы там, с точки зрения религии, там, правильно, неправильно, без Бога вы делаете, чего. Да, да, да. То есть там же такого же очень много. Угу. И думал, такие, а тут проблемы прям живые, да? Это, ну, в смысле, это не метафорические какие-то. Это надо с мамой договориться суррогатной. Суррогатная какая реакция внутри будет. Угу. Некоторые суррогатные мамы, например, они более такие закрытые, что я там буду только с вами где-то там, конечно же, встречаться с биологической мамой, а с вашим там партнером, мужем, там, никогда, нет. Не надо. А некоторые, наоборот, изначально договариваются, что мы втроем будем, да, всегда там встречаться какие-то встречи, и муж там, да, партнер может там и приложиться там к ее животику и как-то вот его погладить уже. То есть он же папа передать. Ребенок же чувствует через живот, он там, знаешь, классическую музыку, все. Ребеночек, он уже формируется, он чувствует очень многое. Там тройничок может создаться. Ну, то есть такие, знаешь, моменты, когда вот и папа тоже, да, там к суррогатной маме, вот, точнее не то, что к суррогатной маме, а вот к ребеночку, да, и к женщине, которая вот внашивает, конечно, у него тоже могут быть какие-то эмоции и чувства. Она же ириновать может еще потом. Конечно, да. Это 80% случаев, да, биологическая мама, она действительно, внутри у нее вот просыпается такое вот чувство ревности. Это капец, это ты… Представляешь, да? Он чужой живот гладит, твой ребенок там, и вообще, как он там оказался, чуть-чуть такое, да? Ну, в смысле, это может там, можно свихнуться, правда. Но это, знаешь, я скажу так, что если на вашу долю, да, выпала такая задача, это не то, что даже испытание, это задача, что вы идете к малышу с суррогатной мамой, это говорит о том, что в ваших силах действительно это перенести. Ну, значит, у вас есть такая вот, такой ресурс вам дал, да, Бог Всевышний, что вы можете это вынести. Хотя, честно скажу, ну, далеко не каждый, не каждый это вынесет, честно. Поэтому некоторые пары сразу говорят, так, знаете, помогите тогда, как вы можете нас подготовить психологически именно ребеночка, чтобы вы просто с дома малютки как-то взяли. Вот помогите нам на это настроиться, потому что думать о том, что вот другая женщина вынашивает, и мы как-то с ней 9 месяцев, ну, мы нет, мы сразу нет. Да, это вообще не наш вариант. Мы лучше сразу уже возьмем там ребеночка с детского дома, и уже будем его воспитывать. Но это тоже честно. Ну да, потому что я не думал вообще, что такие проблемы. Ты сейчас начинаешь фактуру накидывать, да? Да. И я понимаю, что там слишком много перекрестных интересов. Конечно. Да. Слишком много. Это, ну, а где мужика такого найти, который в это влезет все? У нас еще, с нашим менталитетом. Есть, есть. Есть? Да, да. Да, да. Это нам кажется, что где-то там, ну, как будто бы нет, ой, как су... А на самом деле есть такие проблемы. Я очень, если честно, я, ну, как бы на себя накидываю, думаю, не знаю, насколько бы я готов был к такому. Вот ты бы был готов, кстати. Вот, например, сейчас твоя жена говорит, Игорь, я хочу сына, давай вот суррогатную маму. Но только без меня, да? Но у нас есть варианты же. Да, да. Только без меня, но вариант есть. Да, да. Вот что ты думаешь? Так, на вскидку, вот первое твое. Согласился бы суррогатная мама, чтобы твоего сына вынашивала? Суррогатного нет, наверное. Наверное, нет. Нет, видишь, у мужчины же, ну, я, видишь, это насколько надо любить женщину, чтобы на это согласиться. Да, да. Потому что у тебя же есть вариант там, ну, с другой замутить ребенка, если с тобой все хорошо. Вот. Это же намного проще, чем ты отсюда обратиться к клетку, там твою, там, сперму, это анализы, это все равно анализы, это унизительная штука, я вам скажу. Просто мозог сдавать, там, этот, я не знаю. А это же, ну, там, сильно больше анализов, сильно больше наблюдений, да. То есть это, ты каждый раз ходишь, мне кажется, это очень сильно надо любить. Если твой мужчина согласился на этот путь, но, наверное, он тебя сильно любит. Ну, не, наверное, он действительно ее любит. Я вижу этих мужчин, я вижу эти пары, и я могу сказать тебе однозначно, что там действительно мужчина и женщина, да, также относятся трепетно к мужчине, но мужчина, он реально любит женщину. Это должна быть, да, любовь. Такая, да, связь очень крепкая в этих парах. Это физическое унижание. Такое, знаешь, и… А ЭКО? Вот, ЭКО, вот, первый такой, часто, то, что мне говорят, от ЭКО очень много онкологии, да, то есть, они пытаются, потом не получаются. Да, да, да. Из-за того, что там гормональная терапия, там еще какая-то. Насколько это правда или неправда, или миф это? Ну, смотри, вообще, как бы по… Если мы сейчас будем говорить о Всемирной организации здравоохранения, каких-то таких научных, да, иногда статистических, это миф. То есть, конкретно прямо ЭКО конкретно не ведет к раку конкретного. То есть, потому что, если бы ЭКО хоть как-то влияло, то сейчас бы, наверное, столько ЭКО-центров бы не было ни в Казахстане, не во всем мире, потому что, ну, как-то женщин бы оберегали. Но я вот всегда свою личную ремарку даю и делаю, потому что я же тоже взаимодействую с пациентами и вижу. Я понимаю, что если вы делаете больше, чем одно ЭКО, то тут могут быть уже вопросики, конечно же, к вашему организму в том числе, потому что это огромные, лошадиные дозы гормонов, которые вы в себя… Летальный исход возможен, я так понимаю, да? Ну, редко, крайне редко такого, что, знаешь, от ЭКО женщина умерла. То есть, вот, в сводках новостей до последних лет пять такого… Ну, по крайней мере, я не читала. Потому что у меня случай был, одна женщина приходила… После ЭКО? Она, короче, сделала ЭКО, у нее не получилось. Она потом пришла, мы с ней поработали. Так. Она пошла опять на ЭКО и, короче, через какое-то время мама позвонила, сказала, все, ее нет. Именно… Ну, я не знаю, что причина там в этот… Но я ей проговаривал, ну, по времени, годе хотя бы, да? Да, да, да. А она взяла и прям вот… Сразу же, да? Сразу, да. То есть, у нее одно закончилось, она потом с психологией решила проработаться. Потом пошла опять на ЭКО и, в общем, непонятно. У нее там в организме что-то… Панкреатит начался, еще что-то… Да, запустились процессы… Какая-то… Что-то началось, и она, ну, ее подкидывала и очень-то… Нет, это, видишь, такой есть момент. Я всегда говорю… Вот что я говорю. Вообще, каждая женщина… Послушайте сейчас внимательно. Если вы сделали одну программу ЭКО, после которой у вас беременность не получилась, остановитесь. Не надо бежать сразу же на следующую программу. Потому что, если вы побежите сразу же на следующую программу в таком же состоянии, тогда вполне вероятно, что снова это повторится. И это будет, знаете, как такой круг, когда ты снова делаешь и делаешь замкнутый круг. Один раз не получилось – остановись, выдохни, сделай вдох-выдох, осознай. Так, что мне сейчас надо делать? Возможно, мне надо поработать со своим внутренним состоянием, со своей психикой, со своей энергетикой, да? С чем-то более тонким, невидимым, что, возможно, я не понимаю, не осознаю со своим телом, да, в том числе, что мне поможет. Это даже в этой книге мы тоже писали, что на каждую там программу ЭКО ты уже должна идти обновленной, другой, немножко в другом состоянии, для того чтобы вот этот вот результат был. Поэтому очень важно, милые женщины, сфокусироваться на себе, на своем состоянии, возможно, что-то изменить. Сходить на сессию, да? Не только, неважно, там, ко мне, там, к Игорю, да хоть к кому. Сходите бесплатно на сессию к психологу, да? Много есть таких. Посмотрите в свою внутреннюю часть, поработайте со своим телом, со своей психикой, и уже из этого вот идите в программу. Это как с американской визой. Ты должен еще куда-то съездить, чтобы опять потом подастся, если тебе отказать. Вот, вот это да. Ты должен что-то изменить в паспорте. Сто процентов. Снова не надо повторять вот этот же круг. Идти. Ну и кое-то делается, когда у женщины проблемы, да, чаще? Нет, и когда у мужчины тоже. Или у мужчины тоже когда спермограмма? Да, у мужчины, например, тоже спермограмма плохая, или там, например, вообще в количественном там порядке, например, совсем мало сперматозоидов, тогда прям у него берут эту сперму, и хоть один хороший берут, находят, и соединяют с ее яйцеклеткой. Либо донорство там используют и так далее. То есть по-разному. А психологически... Ты знаешь, у меня случай такой был, у парня не было детей, но он не мог, потому что он себя винил за, короче, убийство, что-то, что-то там убил случайно, и он этим себя наказал, что у него... Не будет. Да, детей не будет. Да, такое тоже возможно. Психологически, ну, как бы он себя ушатал там, как-то внутри, не знаю. Угу. А... Случай из жизни, то есть, смотри, мужское бесплодие, ну, это, я не знаю, это очень, конечно, печально, но это мне было... Это абсурд, короче. Вот бывает абсурдно, что-то на грани черного юмора или где-то. Давай рассказывай. Пришла женщина как-то и... Ее, короче, обвинили, этот, типа, она... Ты не можешь рожать, там, короче, вот прям затрекировала просто свекровка. А она говорит, я же знаю, что во мне проблемы нету. Угу. И она... А проблема, говорит, в нем, сто процентов, короче. А они, вот ее, короче, год где-то там ее там чмирили. А началось все с того, что они живут с мамой, со свекровкой в одном доме. И мама такая, у нее нету личной границы с сыном, то есть она в комнату заходила в любой момент. Угу. И, говорит, и они, короче, я не знаю, как это, совокуплялись, короче, ночью там часа два или три ночи, частный дом. И, говорит, в какой-то момент открывается дверь и резко включается свет. А сын на ней, короче, ну, в смысле, на этот, и он быстро под одеяло что-то там свернулся. И она говорит, отведи меня в туалет, мама. Он встал там, что-то оделся и отвел в туалет. Она говорит, я просто очень сильно удивлена. А у него, короче, у мужа, говорит, какая-то мышца или что, короче, там, этот... Да, перемкнула, зажала. Зажала. Угу. И у него сперма не выходит. У него, он плодовитый, у него просто не выходит сперма. Да, да, да. И она, говорит, и она, короче, развелась. Вышла замуж, родила, и потом, говорит, я родила, вот у вас сын, короче. Что-то, ну, все. Она прям доказывала. Я говорю, нахер ты не доказываешь? Она вот прям доказывала. Потому что я, говорит, столько унижений вытерпела в этой семье, говорит, что, ну, просто... Ну, это что? Просто из-за того, что мама в комнату... Ну, если честно, я бы тоже, наверное, весь спазмировался. Ну, конечно. Если в такой момент мама зашла, еще отведи меня. Ты, кстати, ты сейчас очень классно прям сказала. Я прям тут меня, знаешь, так... Вот такой щелчок произошел. Думаю, блин, я хотела об этом сказать. Благодаря тому, что ты эту историю сказала, я поняла, что вот сейчас я хочу поговорить о теме секса, о теме близости, потому что, вы понимаете, да, мы все, даже мы сейчас с тобой сидим, кто-то нас смотрит, мы все родились в результате вот этого божественного акта, в результате близости. А сколько в этой теме... Грязи и похоти. Грязи и похоти, и вообще всего, и стыда, и чувство вины, и так далее. Сколько всего вообще, и насколько это реально важно, потому что порой я тоже начинаю работать с женщиной, мы обсуждаем, там, я потом, естественно, на первой сессии диагностической спрашиваю, вообще вы там занимаетесь, да, сексом? Как часто? Она говорит, а вы знаете, у меня вообще-то муж в командировках, ну, раз в месяц, может быть, не получается, у нее при этом пять лет, она раз в месяц как-то где-то занимается сексом и все-таки ждет и надеется, что, ну... О, как орел сейчас. Должно... Должно получиться. И вот я прям хочу отдельно проговорить, что если вы хотите зачать малыша, то сексом заниматься важно и нужно, и нужно это делать качественно, нужно обращать на это внимание, не нужно на него забивать, не нужно думать, ой, ладно, мы же на ЭКО пойдем, да и пофиг вообще, секс тут вообще ни при чем, не будем заниматься любовью, мы зато пойдем на метод ЭКО. Да даже если вы на ЭКО, да даже если у вас суррогатная мама, да, да не важно, это про вашу близость как мужчины и женщины, в которой впоследствии, да, вы будете уже мамой и папой, и это вот очень важно. А у нас что? У нас зачастую женщины не раскрепощены, да, в плане секса, имеют очень много каких-то внутренних блоков, установок, не раскрываются со своим мужчиной, при этом она там, когда ты начинаешь с ней обсуждать, разговаривать, она там просто, знаешь, богиня формофильмов, да, если можно так сказать. Ну то есть она… Супер Юля. Да, то есть у нее там столько фантазий, столько меньше, она вот в таком состоянии, она их даже, ну, не реализовывает, она говорит, ну, как же муж? Потому что партнер не хочет еще, ну, как бы бывает. Ну и это тоже, кстати, это тоже нередко. Бывает еще партнер как бы деревянный, да? И партнер тоже не хочет. Может быть такое, да, и когда с мужчиной, например, тоже расскажу, ну, знаете, ну, я, блин… У многих мужиков тема минета табуирована с женой, оказывается, и я вообще, ну, у меня был такой шок, ну, короче, сексолог одна, да? Так. И она говорит, приходит девушка, и она там, ну, вот этот, филацию они называют, минет, короче, непонятно. По-русски. Она, короче, научила, и вторая тренировка, приходит вот с фингалом просто. Да ты чё? Когда она начала делать, муж ей в глаз дал, говорит, где ты этой фиге научилась. И на этом тренировки все закончились. Вот ты понимаешь, да, насколько… И с одной стороны, правда, женщину можно сколько угодно, ты должна быть сексуально, раскрыта, но и от мужика же зависит очень сильно. То есть если он тебя за каждый раз будет… Конечно. …за каждую новую позу в глаз получать, ну, тебе не надо же этого. Ты закроешься, будешь сидеть. И ты не захочешь, да, или если какие-то тоже есть, там, внутренние конфликты, что он при этом там сидит дома, не зарабатывает, ничего там тебе не мамонты, скажем так, да, не несёт. Конечно, и у женщин тоже. Она тоже, блин, да я его вообще не хочу. Честно сказать, как мужчина, он меня уже давно не привлекает. Работающий мужчина – это вообще афразодиак, я так понял. Это так и есть. Когда ты на диване, у тебя, в общем, короче становится. Я надеюсь, это всё пропустит, да, YouTube? Прорезет, да? Да. Такая тема. Мне, кстати, классно, что ты знаешь, я, например, про женщин что-то, а ты вот про мужчин тут же, с их точки зрения. Потому что вот всё равно, когда работаешь 80%, я же работаю с женщиной, это 20%, когда женщины с партнёрами, да, или вот отдельно мужчина. Как-то вот по ту сторону не особо так. Не понимаю. Да, а вот ты сейчас говоришь, я так хоп-хоп тоже вот вижу. Потому что мужики очень много, ну, на самом деле, это большая проблема, очень многим мужчинам плевать, что там с ней происходит. Он просто удовлетворяет свою похоть или, ну, это… Вот я же тоже не сам это, мне как мужику интересно. Я у женщин спрашиваю, что у вас там, как там это, да? Потому что с мужчинами разговаривать на тему секса бесполезно. Он орёл. Он помнит один случай там за 40 лет, когда он там одно. Ух! Да. И он постоянно это будет пересказывать, да? А женщины, они говорят, он что-то охладел, он там этот, и у него только одна поза. Ему вообще всё равно, что со мной. Да. То есть никакой прелюдии, никакой там, ну, ничего. И на самом деле, это же тему женской сексуальности никто не изучает. Ну, мужики не смотрят в основном. А уже женщина совокупляется в голове. Да. То есть её нужно подзаряжать в течение дня. Да. Ты хочешь быстрого секса? Можно. То есть ты пришёл и сразу секс. Но ты должен её готовить с утра, да? Потихоньку в голову вкидывать конструкты там. А вот это тебе как? А вот это? А вот это? Вкидываешь, вкидываешь. Она там уже всё перепробовала в голове. И ты приходишь, она всё уже готова. А вот так приходите на сухую просто что-то там. Что вообще-то это было такое? Знаете, я вот сейчас хочу обратиться ещё к тем мужчинам, которые тоже хотят стать отцами. Которые вот действительно и мужчина хочет стать отцом, и женщина хочет стать мамой. Пожалуйста, во время близости не думайте только о себе и о своём удовлетворении. Рядом с вами есть ваша любимая партнёрша. Уделите сперва ей время. Дайте сперва ей время на то, чтобы она расслабилась, насладилась, да? Для того, чтобы она как-то отключила свой мозг. Тут, конечно, и к женщине тоже важное обращение, да? Это важно полностью уходить в своё тело, а не быть в голове в процессе, да, когда вы занимаетесь близостью, что, ой, а как я сейчас выгляжу. Наслаждение. Да, наслаждаться просто от этого процесса. Не думать, как я в его глазах, а вот тут у меня целение. Причём не собой, а друг другом. Причём не собой наслаждаться. Это очень важно на самом деле. Вот я же говорю, об этом не говорят, но это как... Для того, чтобы у вас появились дети, вам надо заниматься сексом. Да. Это важно. Вот и всё. Если бы можно было одну рекомендацию тут дать и закрыть этот подкаст на какой-то одной фразе, я бы, наверное, только это и сказала. Занимайтесь сексом, и будут вам дети. Это ещё в книжке написано «плодитесь и размножайтесь». Вот. К тебе обращаются сейчас после абортов, я так понимаю? Или перед тем, как делать аборт, они приходят? Ты знаешь, в основном те женщины, которые ко мне обращаются, это те женщины, которые после абортов, у которых не получается забеременеть, которые очень сильно жалеют, что когда-то сделали аборт и даже не один. Но вот не так давно у меня была женщина, даже могу показать тебе тоже нашу такую длинную переписку с ней, да, потом впоследствии общение. Она говорит, Ширин, у меня сейчас есть три сына, я забеременела четвёртым. Посмотрели – это точно сын. Мне это не надо, я хотела дочку. Вот я хочу сделать аборт. Можете, пожалуйста, мне помочь с собой в голове что-то мне сделать? Потому что я как бы хочу сделать аборт, потому что не хочу сына. А другая часть меня говорит, что, блин, ну это же ребёнок, что делать вообще? Ну, блин, может… В итоге, кстати, она сейчас в состоянии беременности. Родила? Нет, она рожает. Да, она рожает, она не сделала аборт, да, и слава Богу. Ну, вообще, если ты хочешь сделать аборт, то очень неумная идея – прийти к психологу. Он тебя всё равно заставит родить. Да, ну то есть прям она вот… Вот был такой запрос. На самом деле, в принципе, если ты хочешь сделать аборт, моё отношение лично какое к этому… Есть разные случаи, сразу давайте определим, что есть разные случаи, всё индивидуально. Да, потому что бывает аборт по медицинским показаниям. Там на раннем сроке выявили, что у ребёнка есть такие сильные пороки, когда действительно, ну, это необходимость, надо сделать аборт, да. Бывает, когда у женщины просто, знаешь, на пике вот этих вот гормонов, она только родила, ой, только забеременела, вот это всё изменённое такое состояние. Такая, ой, нет, а как я справлюсь? А у меня же работа. А мы сейчас с ним поругались, да, и она вот только поругалась там со своим. Всё, я сейчас пойду делать аборт, да, это необдуманно. То есть разные случаи. Но в основном то, что я вижу, 80% потом жалеют, что сделали этот аборт. Жалеют реально. Угу. Почему? Зачем? Да, я могла бы, даже если бы мне казалось, что у меня нет денег, на ребёнка бы хватило, нашлись бы, да. Если бы мне казалось, что даже он ушёл, там жизнь, там, не знаю, сломалась и всё такое. И с детьми женщины замуж выходят успешно и классно. То есть всегда подумайте, если вот у вас есть мысль об аборте, а если вы сейчас беременны, возможно, и думайте, вообще хорошо-хорошо задумайтесь. Потому что если душа к вам пришла, я считаю, что это не просто так. В этом есть смысл. А замершая беременность причина? Давай сначала психологическую, потому что у тебя как бы две чаши, да, там, врачебная сторона и психологическая. Сначала давай психологию. Да, смотри, даже вот само слово замершая беременность – это замерание, когда женщина замирает в каком-то периоде своей жизни. Например, до этого она могла настолько замереть в периоде, я сейчас тебе говорю именно про психосоматику, если кто-то сейчас может не понять, про то, что она настолько замерла в ожидании того, что вот она забеременеет и всё получится, что происходит, знаешь, такое замирание плода. Замершая беременность. Какие ещё могут быть причины? Причины могут крыться именно в мужско-женских отношениях, в отношениях внутри пары. Когда одна часть, вот женщина в частности, хочу, готова, да, а её партнёр – да блин, ну зачем ты забеременела? И даже он этого ей не говорит. Но внутри он, ну боже, блин, ну хоть бы не так, ну не сейчас, я вообще не готова, я не хочу. А ребёнок – это половина мамы, половина папы. На энергетическом уровне, на тонком уровне – это даже малыш-эмбриончик, он уже всё чувствует, он уже всё вславливает и от мамы, и от папы в том числе. Это пойти к врачу-гематологу. Гематолог – это врач, да, который с проблемой могут быть с кровью, в частности, с тромбоцитами, со свёртываемостью. Если мы в эту сторону смотрим, то в 90% случаев так оно и оказывается. И тогда, если мы выясняем реально эту причину, что, например, из-за свойств крови такое происходит, то тогда женщина, как только беременеет, всё, она сразу же со своим гематологом на связи, он ей даёт там, она определяет, может там… Препараты пьёт, еду там, да, и диета. Да, и тогда плод сохраняется. И поэтому вам важно обязательно сходить к гематологу, не думать то, что вот завершая беременность – это может быть вот что-то такое. Вы должны сперва пойти вот узнать реальную причину. Также я ещё рекомендую сдавать генетические тесты. Возможно, есть какая-то тут ещё генетическая несовместимость. Есть ещё такие случаи, когда есть несовместимость с супругом. Это, в смысле, не только кровь бывает несовместимая? Да, да, и тогда вот на уровне генов там тоже смотрят, тоже дают какие-то свои рекомендации врачи, да, но в основном тут какая рекомендация у врачей – это то, что используйте её, пожалуйста, либо там донышную клетку, чтобы это вот было как-то, ну ты понял, да, разность что-то. Там, может, ссать против ветра, не надо, может, партнёров поменять, нет? Ну вот, в основном врачи, именно врачи генетики, они что говорят? Поменять мужа. Вот у них одна такая вот… Это самый простой способ, мне кажется, нет? Да, ну ты знаешь, столько есть действительно классных-классных пар, они прям такие, ну, то есть разные, ну вот прям вот, действительно классные пары. И вот тогда… Ну, бывает, у меня есть несколько случаев, когда даже с этой несовместимостью они прошли, они родили, у них получилось, но до этого у них было столько там выкидышей, да, когда не получалось пять-шесть случаев, но в итоге они всё-таки родили. Вот. Может, я легкие пути ещё не знаю. Что это такое? Насколько это… Этично, неэтично, ну вот там… Поменять партнёра. Поменять партнёра, да. С одной стороны, типа, любовь, тогда куда она делась, а с другой стороны, ну как бы, а что теперь делать? Если он… Ты можешь свою судьбу решить, и он может судьбу решить. Кто-то так и делает, кто-то меняет партнёры, в любом случае расходится. Но это тоже, знаешь, о чём-то договорит о том, что вы на… Ну вот разные, да, и нет этой совместимости… Здесь тоже на самом деле… Это не знаете судьбы, да, или… Можно, да, посмотреть в это… И вообще с парой, вот прям вот так вот встретиться, да, тоже поговорить… Разные пары просто, понимаешь, бывает реально. Там такая любовь, что-то там близнецовые племена, знаешь, таких, которые вот прям там на небесах созданы прям… Да когда ты говоришь, что ж завида. Ну, кстати, ты же знаешь, что это не всегда так. Я… Я понимаю, что так бывает месяца три. Но я знаю пары, у меня у нас есть друзья, и мы недавно ездили за город, и я вот заглянул, как они спят, они спят, как будто они вчера замуж, ну, женились, как будто вчера. Они вот так прям спят. Я говорю, сколько лет вы женаты? Восемь. Я говорю, что вы вообще гоните. Как вы это сохранили? Ну, для меня, честно, удивительно. Потому что я уже не могу с кем-то спать. Ну, в смысле мы сейчас в этих… Такие интимные вещи в разных комнатах спим. Дочка уехала, мы в разных комнатах спим. Потому что, оказывается, я люблю смотреть этот… Ну, раньше она терпела, что я поздно ложусь спать, а она жаворонок, она рано встает. А я наоборот. И то есть, и у нас прям реально у нас сбиваются эти… Ритмы. Ритмы, да. И мы поэтому друг другу бережно относимся, все расползлись в разные комнаты, слава богу, есть комната и… Ну, мне кажется, не знаю… Ну, есть, да, пар. Я не говорю, что у нас любви нету, но… Да, да, да. Но этот… Есть удивительные пары. Угу. В частности, ваша очень сильно меня удивляет всегда. Ну, ты же понимаешь, даже когда я помнишь, мы с тобой тоже обсуждаем, разговариваем. На самом деле, тоже есть какие-то подводные карты… Ну, всегда будут. Да, которые мы в любом случае решаем… Вы как-то проходите, да. Мы слава бога. И у вас еще сохраняется… То есть, я наблюдаю, у вас сохраняется… Такий блок какой-то в отношении. Угу. У нас тоже сохраняется, но у нас в быт это перешло. Ну, конечно. Вы сколько лет? Вот сравнил, мы 4 до 3 года вместе. И вы сколько лет вместе? Ну, вот. Мы в войске 19, да? Да. Это, ну, большой срок. Срок уже, да? Конечно. Мы уже вот так будем поймать. Просто в полуслят. Да. Ну, интересно, на каких уровнях ты работаешь? Смотри, на самом деле, классный вопрос, потому что некоторые не понимают, как я вообще работаю. Важно понимать, что я врач, я репродуктивный психолог, энергопрактик также, да? То есть, я работаю на трех уровнях. На уровне физика – это конкретно, когда мы рассматриваем человека. Какие-то медицинские показатели, да? Я даю рекомендации, куда сходить, что делать. Также здесь работаю с телом. Вот в том числе какие-то остеопатические техники могу применить, если это не онлайн-прием, а оффлайн-прием. Например, направляю также здесь, на этом уровне, где-то к тебе, да? Для того, чтобы ты тряханул, да? Там человека. Второй уровень – я работаю на уровне психики и психосоматики. Мы уже тут работаем с женским состоянием, с его внутренним состоянием. Почему малыш не торопится с уровнем головы? Это очень важно. Это вот прям ключевой уровень. И третий уровень – я работаю на энергетическом уровне. мы переходим, как раз то, что мы с тобой сегодня говорили, в это женское состояние, в этот женский полюс. Тут мы делаем еще родовые практики, работаем с сексуальной энергией. И все это в комплексе – это вот мой такой авторский метод, подход к теме беременности. И женщины… Я не беру всех подряд, скажем так, в свою работу, потому что для меня важно понимать, что передо мной сидит именно та женщина, для которой сейчас вопрос беременности – он приоритетный. У меня есть такой формат, когда я на 10 минут бесплатно созваниваюсь, просто узнаю, а вообще в чем проблема, почему малыш не торопится, что вы уже попробовали. И если я чувствую, что человек мне откликается, что я могу ему помочь, я могу в зависимости от этого предложить какой-то из форматов работы. Но, опять-таки говорю, для этого важно, что для человека, для пары, для женщины это было действительно приоритетно и важно. Чуть четвертый уровень, ментальный. Да, книга. То есть книга – это уже писатель, это первый опыт и уже бестселлер. Аминь. Благодарю. Поэтому уже покупайте. И мы… в общем, Ширин принесла, я разыграю среди подписчиков, вы должны быть подписаны на YouTube канал, вы должны быть подписаны на Instagram, на Ширин и на мой. Вот. И написать обязательно комментарий в YouTube, что вам понравилось. За самый хороший комментарий, который понравится Ширин, она подарит эту книгу. Да, инсайт какой-то не просто напишите, да, типа, Игорь, такой классный Ширин, вы такая красивая. Да, спасибо, мы это знаем, благодарим. Но важно, чтобы вы именно действительно прослушали вот этот подкаст. И важный инсайт, то, что вы взяли из этого подкаста, прям написали. За лучшие три комментария мы вам дарим. Первое место – это моя колода исцеляющих посланий для тех женщин, которые хотят стать мамами. Это не просто колода, здесь женщина, которая хочет забеременеть, она берет вот эти вот мои карточки, здесь все рисунки отрисовывали мне художники, все слова я тоже прописывала как аффирмации сама. Рисунки не просто рисунки, опять-таки, по моим эскизам их рисовали. И вы каждое утро вот так вот будете брать одну карточку и настраиваться. Смотрите, вот тут женщина увидела две полоски. Я счастлива увидеть две заветные полоски на тесте. Обратили внимание, и вы утром, представьте, берете, читаете, смотрите на картинку и думаете – все, аминь, да будет так. То есть вы прям себя настраиваете. Это очень глубокая такая классная работа со своей психикой. Поэтому первое место, кто напишет классный комментарий, мы вам подарим вот такую вот колоду. Кстати говоря, ей тоже, если что, можно будет приобрести отдельно. Потом второе место, кто напишет комментарий, мы вам дарим вот эту нашу книгу. Не просто книгу. Лично я подпишу, и Анатолий Некрасов подпишет. Я попрошу его 13 мая у нас презентация в Меломане, и мы подпишем вам эту книгу. И третье место – это… Сейчас я достану. Игорь сам давайте сделает. Да-да-да, достаю. А их два здесь? Их два, да. Вот ты расскажи, что за третье место. Смотри, это что? Ну что подарим за третье место? Это мыло. Это, я так понял, вагинальное мыло. Да, на козьем молоке. На козьем молоке? Угу. Понюхай. Вот для тех, кто не может все найти, вот бусинку, вот где она называется. В общем… Да, как тебе? Вкусно пахнет. Угу. Такой… И так мне там захейки не нравится. В общем, вагинка. Да, но это тоже, опять-таки, не просто мыло. Вот мы тут с Игорем говорим же, женская природа, переход в женское состояние, чтоб гормоны, да, у вас правильно функционировали. Вот это, оно на это и направлено. Тут еще есть медитация на раскрытие чувственности и сексуальности по QR, вы будете слушать. А каждый раз, когда вы будете мыть мылом, да, свою красоту, вы будете про себя проговаривать, что я женщина, я женственная, я принимаю свою женственность, и я готова к тому, чтобы стать мамой. То есть, это прям три мощных, классных, от души подарки. Главное, напишите комментарий. Мы выберем, а доставку вы оплатите сами. А то их тут вагиных погряз. Игорь, в общем, благодарю тебя за такое классное, подробное наше с тобой интервью, за подкаст, за то, что позвал. И мне невероятно радостно, приятно наблюдать за твоим ростом, за тем, как ты за это время, мы с тобой знакомы уже три года, мы дружим с семьями, да, и видеть твой рост, видеть то, насколько ты вырос и сколько в тебе еще есть этот масштаб, этот рост, это очень классно. Наблюдать за тем, как мужчина проявляется, проявляется как творец в этой жизни. Я желаю тебе, чтобы твой подкаст принес тебе большой крутой успех, чтобы у тебя было развитие в твоем инстаграме, в твоих социальных сетях, в твоих продвижениях, чтобы ты собирал большие тренинги. Зови меня. Чтобы ты сиял, потому что ты действительно нужен этому миру. Я сама, кстати говоря, вот, дорогие друзья, да, я хочу вот в камеру это сказать, я сама являюсь не просто, да, другом Игоря, я его еще являюсь клиентом периодически, я сама прихожу к нему на сессии, и он работает с моим телом, потому что это действительно важно и для меня как для женщины, и как для специалиста. И я действительно могу сказать, что эффект возникает до и после. Ты большой мастер своего дела, я от всей души желаю тебе только процветания, только успеха, не просто на территории, Казахстана и СНГ, а вот мир. Спасибо большое, что пришла, очень тебе благодарен за нашу дружбу, то что ты не отказалась и пришла здесь, поделилась своими знаниями, навыками, умениями, книжкой с подписчиками. В общем, еще увидимся. Конечно. Тем большое спасибо, я надеюсь, если наберет 10 тысяч просмотров, мы сделаем второй подкаст. О, давай, все, супер. Давайте так же смотрите, отправляйте друзьям, лайк, комментарии, в общем, все как положено. Подписка. Пока-пока. Пока-пока. Всем пока. Во-вторых. Субтитры сделал DimaTorzok и субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...